Новогодние праздники уже закончились, однако впереди еще большое количество поводов, чтобы порадовать своих близких. В особенности представительниц прекрасной половины – изящные розы, милые тюльпаны, хризантемы. Какими вариантами только не пестрит сегодня рынок. Их изобилие и разноцветие радует глаз покупателя, привлекая и останавливая на себе взгляды прохожих. Как начать реализовывать цветы? Специалисты налоговых органов уверяют, что для начала деятельности необходимо всего лишь несколько документов. Налоговым кодексом Республики Беларусь определены виды деятельности, которые физические лица вправе осуществлять без регистрации предпринимательской деятельности. Перечень весьма обширен и включает в том числе реализацию на торговых местах или в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады. Для этого до начала осуществления деятельности физическим лицам необходимо в налоговый орган подать письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика с указанием товаров, которые предполагается реализовывать, место и периода осуществления деятельности. Произвести уплату единого налога, исчисленную налоговым органом на основании представленного уведомления. В настоящее время ставки единого налога при осуществлении розничной торговли цветами установлены в зависимости от места их реализации. Например, для площадок областного центра это 66 рублей, для Барановичей и Пинска – 58, для других населенных пунктов региона – 57. Оплатить эту сумму необходимо один раз и только за те месяцы, в которые предполагается деятельность. Стоит обратить внимание, что физические лица вправе реализовывать на торговых местах или иных установленных законодательством местах как самостоятельно выращенные цветы, так и приобретенные для реализации. Всю необходимую дополнительную информацию можно узнать в налоговых органах по месту жительства, ведь прежде чем начинать какое-либо дело, лучше удостовериться в его легальности, а также в том, как его вести безопасно и выгодно.